Привет! Как дела? Сегодня у нашей Челси праздник. Она уже целых три месяца в семье. А это значит, мы уже прошли испытательный срок и Челси у нас остается дома навсегда. Ура! И так очень много уже у нас произошло всяких разных случаев с этим маленьким котеночком. Но сегодня мы расскажем, какие мы купили подарки нашей маленькой куколке. Итак, что же мы купили Челсику на Новый год? Давайте смотреть. Когда 1 января мы пошли с Челсиком гулять, мы решили зайти за хлебом в магазин Перекресток. У нас недавно тут открылся новый. И так как на улице начали стрелять фейерверки, Челси испугалась, она у нас очень боится фейерверков. И мама решила сводить ее в зоомагазин для собак, где они стали выбирать пищащие игрушки. Она просто с ума сходит, она обо всем на свете забывает. Если что-то где-то пищит, это все. Дайте, 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 дайте мне. Да, он будет сильно пищиться, если они будут стучать. Да нет, посмотри, он получше, он не закатится. 159. Она нам не сгрызет. Когда мы в магазине стали выбирать ей игрушку, она прямо пищала от восторга, потому что мы ей показывали игрушки, какую ты хочешь. Она хотела абсолютно все игрушки. Но так как мы ей уже покупали одну игрушку, которую она за 5 секунд разгрызла, я все-таки искала такую твердую, чтобы она не смогла ее разгрызть. Но, тем не менее, она должна была пищать. И мы нашли такой шарик, я не помню, 180 рублей или 200 рублей мы заплатили за него. Она его до сих пор не разгрызла, уже играет с ним 5 дней. И это любимая игрушечка сейчас у нас. Вот, посмотрите, как это было. Не потеряй мячик-то. Все. Ладно, давай. Челсик. Мячик. Мячик, мячик. Хрум, хрум, хрум. Хрум, хрум, хрум. Ну-ка, покажи, какой у тебя мячик. Ай, какой красивый мячик. И даже для зубчиков есть тут отверстие. Да. Да, нравится? А он еще пи-пи говорит. Челсик, он еще пи-пи говорит. Кто тут такой довольный? У кого такой мячик? У кого такой мячик? А? Давай играть. Давай. О-о-о-о. Побежали. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Ай, какая вкусняшечка у Челсика. Собака сходит с ума. Попищите мне, попищите. О-о-о. Играйся. Кусняшка. Кусняшечка. А также мама давно мечтала купить для нее домик, чтобы она пряталась от фейерверков. Нашли какой-то, ну, не очень дорогой, за 800 рублей. А мне вот где еще мой домик. Вот мой домик, не забудьте. Довольная. Домик купили. Шарик купили. Такой маленький домик, в который она едва уместилась. Потом мы еще немножко прорезали ей вход, чтобы она заходила. И положила ей гантельки внутри, потому что, когда она выходит из него, она его практически тащит на себе. В домик она, конечно, заходить не хотела изначально. Я ее как туда только не запихивала, но она боялась, наверное. Теперь ее оттуда просто не вытащить. Это у нее любимое место. Она там днями и ночами спит. Ну, и, естественно, прячется от фейерверков. Девочку нашу красивую. Ой, тебе уютно тут? Ай, как хорошо, челсик. Сладко-сладко спи. Наспи, куколка. Тут вот комоды у нас привезли. Поставили, но забыли кое-какие детали. И дверки вот здесь вот еще не поставили. Поэтому ждем, когда начнут работать. Довезут нам детальки. И приедет сборщик. Да собирает все у нас тут. Пока вот так это все выглядит. Ну, уже неплохо так смотрится. Синяя стена с белыми комодами. Осталось только вот тут, тут, тут. В общем, двери поставить. Ну, вот пока и все, что я хотела рассказать. О том, как мы гуляли с челсиком на кладбище. И как мы ее впервые отпустили с поводка. Я расскажу и покажу вам в следующий раз. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok